Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Меня зовут Оксана Пашина. Это особое мнение журналиста Николая Сванеца. Здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Ну, на этой неделе ожидаемые новости с ожидаемым результатом. Алексей Навальный, отказ в регистрации кандидата в президенты. Он подает иск в Верховный суд против Центра избиркома. На этот отказ завтра будет Верховным суде он рассматриваться. Такой бодался теленок с дубом. Правильно обжалует, правильно все делает, но безнадежно как-то. Зачем? В смысле вопрос? Да, зачем? Ну, как зачем? Ну, у каждого своя позиция. А зачем его запрещают? Это же тоже достаточно безнадежно, в общем. Ну, насколько можно человека запрещать? Зачем? Запрещают его продуктивно. Нет, продуктивно в смысле немедленного результата, да. Тактически, с этой точки зрения, это правильно. Хотят запретить, запрещают и отработают. А стратегически нет, потому что это законопачивание всех дырок. Вот. У каждого своя линия. У одних линии запрещать, а у него линия, естественно, доказывает, что это несправедливо, неправильно. Он политик. Он должен трепыхаться, он должен эту сметану взбивать, иначе кому он будет нужен? У каждого своя линия вполне абсолютно логичная. А призывы его к забастовке избирателей, это продуктивно, как вы считаете? С чьей точки зрения, Оксана? С его точки зрения, да, потому что его запретили. А с точки зрения избирателей? С точки зрения избирателей, на мой взгляд, нет, хотя я не претендую на то, что моя точка зрения, это конечная истина. Это особое мнение. Ну, это мое особое мнение. Вот, согласно моему особому мнению, нет, это не продуктивно. Я считаю, что нужно идти и голосовать, потому что на обиженных воду возят. И в любом случае, если цель тех, кто призывает к, ну, так или иначе, можно назвать это как угодно, забастовкой, неважно, все равно это бойкот, попытка бойкота выборов. Если цель, в данном случае Алексея Навального, в том, чтобы делегитимизировать выборы таким образом, эта цель достигнута не может быть, потому что слишком малое количество людей услышит этот призыв и последует ему. Поэтому я считаю это непродуктивным. А идти голосовать за тех людей, за которых ты хочешь голосовать, или ни за кого. А если нет этих людей, за которых я хочу голосовать, и нет графы против всех. Тогда ни за кого. Есть же масса вариантов. Я никого ни к чему не призываю, но если ты не хочешь голосовать против всех, ну, значит, соответствующим образом можно там, не знаю, бюллетени испортить. Но твоим бюллетенем уже никто не воспользуется. Я считаю, что в любом случае идти нужно либо голосовать, либо не голосовать ни за кого, но идти нужно. Это в конечном счете не идти, это такое моральное оправдание собственной лени. Вот я не иду потому, что мне не за кого голосовать. Но в конце концов, никакой прекрасный принц в ближайшем обозримом будущем не появится, который бы вызвал горячее желание голосовать Навального, если он для кого-то прекрасный принц. Ну, я не исключаю, что для очень многих у него, у этого политика есть свое несомненное обаяние, свой несомненный драйв, и он очевидный, он очевидный, последовательный и непримиримый оппозиционер. В этой позиции есть, несомненно, своя привлекательность. Но он все запрещен, его там не будет. И поэтому не идти голосовать по этой причине, на мой взгляд, это неправильно. Хорошо, а не по этой причине. Допустим, Навальный не мой кандидат, но я как избиратель понимаю, что выборы есть, а выборы нет. Что это не выборы, это переназначение. И я иду на эти выборы, и тем самым я признаю, что вот выборы, да, действительно. Ну, хорошо, Оксана, вот из тех, кто на данный момент еще не исключен из списков, там же есть самые разные люди. Смотрите, там есть президент Путин, несомненно, кандидат для очень многих людей. Значит, там есть Жириновский, он не наш с вами, совершенно очевидно, герой, да, но тем не менее тоже для очень многих людей он в течение длительного количества, очень долгого времени, он привлекательный персонаж. Значит, там сейчас есть новый кандидат от левых, Грудинин, который совершенно очевидно, в отличие от заскорузлого варианта долгих предыдущих лет, он, конечно, живой человек, с живой нормальной речью, такой, скорее, я бы сказал, социал-демократической, нежели архаичной коммунистической направленности. Он тоже с этим олигархи грабит народ. Ну, куда он денется, он же должен привлекать Зюгановский электорат, он же тоже должен кланяться в ту сторону обязательно. Я не говорю сейчас о том, хороший он или плохой, но он, несомненно, достаточно интересен, гораздо интереснее, чем Геннадий Зюганов, несомненно, согласитесь. Значит, кроме того, там есть Григорий Алексеевич Явлинский, я имею в виду реальных, говорю о реальных кандидатах, там есть Григорий Алексеевич Явлинский, который, да, много раз избирался. Да, они разумные. Вот, ну, пожалуйста, вариантов куча. Кстати, про Ксению Собчак, тут есть вопросы, говорят, раз так вот, да, ожидаем, Навальному отказали, Собчак зарегистрировали, Собчак всё-таки Кремлёвский проект. Ой, ну это старая песня, и про Навального говорят, что он Кремлёвский проект. И про Грудинина, что самое удивительное. А то бы его давно посадили, и Грудинин, Кремлёвский проект, а то бы его не выбрали от коммунистов, потому что он не член партии, и Собчак, Кремлёвский проект. Понимаете, не нужно думать о том, кто чей проект, голову сломаете. Вот, вот, тем более, что ни то, ни другое не доказуемо. Это, знаете, как наличие, как существование Господа Бога в фильме, в фильме «Берегись автомобиля». Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. Ни то, ни другое не доказуемо. Вот в данном случае тоже никто… Никто ничего никому не докажет. Слушайте, что говорит человек, смотрите, как он себя ведёт, и делайте для себя какие-то выводы. Когда отказали Навальному, сразу же многие наблюдатели сказали, о, ну, всё понятно, Навального не пустили, Путин боится конкуренции с Навальным, а Путин не боится повышения протестной активности. Та же акция 28 января, которая планируется, как сказал Сергей Алексашенко, Путин сжигает мосты и выгоняет Навального на улицу, не боится этого? На мой взгляд, это действительно неправильно. Я уже сказал о том, что запрет Навального – это тактический выигрыш и, на мой взгляд, стратегическая ошибка. Нельзя все дырки законопачивать, нужно оставлять выход для возможности выразить свои протестные настроения. Очень многим, в частности, молодёжи. Этот год, он интересен тем, что молодёжь показала, что она значительно более политизирована, чем думали до сих пор о ней. Думали, что от абсолютных, знаете, как американское потерянное поколение 50-х годов. Всё пофигу совершенно. Нет, оказалось, что не всё пофигу. Оказалось, что когда застопорились социальные лифты, когда люди не знают, как сложатся их карьеры, то их вот этой вот средневековой архаикой одной не возьмёшь. Этого очень мало. Это хорошо, может быть, для кого-то хорошо в качестве соуса, но не в качестве блюда. А блюда нужно всё-таки, чтобы работала экономика, чтобы люди могли делать карьеры, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне, чтобы им хотелось рожать детей, и они были бы уверены в том, что они смогут их поднять и дать им нормальное образование. Вот это всё, и чтобы можно было дать нормальную медицину своим старикам, родителям. Вот это всё важно, это всё основное блюдо. И, конечно, если оно не будет дано, и если люди не будут чувствовать, что хотя бы какое-то движение в этом направлении имеет место, то всё остальное – это говорильня. Да, я думаю, что, может быть, слово «боиться» не относится к президенту Путину. У него такие сильные политические позиции, что вряд ли он чего-то всерьёз боится на данный момент. Но я думаю, что такие опасения должны у него быть. Спрашивают слушатели про запрет МВД типографиями в период избирательной кампании, печатать листовки дискредитирующей власти, призывающей к забастовке избирателей. Спрашивают, разве МВД имеет право такое запрещать типографиями, печатать по-другому листовки? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. МВД должно следить за порядком, а не издавать какие-то запреты типографиям. Это цензурные ограничения, которые, во-первых, запрещены в нашей стране. А потом, как агитацию это вести? Одни кандидаты, как правило, критикуют других кандидатов. Да, потом… А, у нас же, понимаете, какая штука, Оксана? У нас считается, что агитация против власти – это агитация против страны. Вот, что, мягко говоря, не соответствует действительности. Покушение на как-то конституционный режим или что-то такое, да? Да, да, да. Именно так. А как же без… Хотя покушение на конституционный режим – это как раз запрет исполнения конституции, да. Это особое мнение журналиста Николая Сванидзе. Елена пишет нам про вот эту молодёжь, про это поколение, о котором мы говорили, которое выходит на улицы. А ведь Путин и вырастил это поколение, а теперь они вот так, на улице. Ну, что значит Путин вырастил? А ну, выросло при Путине. Нас вырастил Сталин. Да, да, да. Путин никого не вырастил. Путин вырастил своих двух дочек. Значит, а все остальные выросли просто в это время, но не Путин же их вырастил, не Путин их воспитал. Общая атмосфера, которая создалась при президенте Путине, она влияет на людей и очень сильно. Но на одних в одну сторону, на других в другую. По-разному. Совсем по-разному. Вообще молодёжь очень разная. Вот этот саратовский активист Никита Смирнов, который на инвалидов пожаловался, на организацию инвалидов-диабетиков, о том, что они больны с сахарным диабетом. Ой, господи, что я говорю, о том, что они являются иностранными агентами. Извините, уже просто вот абсурд. Дай Бог здоровья, как говорится. Да, зашкаливает. Дай Бог здоровья всем людям, в том числе иностранным агентам. Причём он пояснил, что где-то там он слышал, что они финансируются иностранными компаниями, но решил своим долгом заявить. Вот тоже молодое поколение, активист. Да нет, ну все разные люди, конечно. По-разному, в том числе на запреты, вот на это замазывание всех дырок и щёлочек для выхода пары. Все же реагируют по-разному, в зависимости от своего темперамента, от характера. Кто-то говорит, ну, у нас нельзя, то и нельзя тогда. Ну, и буду ползать на брюхи. А другие говорят, нет, я не буду ползать на брюхи. Ну, это зависит от очень многих факторов. Все люди, слава богу, все люди разные. Да тут дело не в том, чтобы ползать на брюхи. Он просто, мне кажется, что-то с головой не в порядке. Он врач, студент-медик. И он лишает, да, хорошо, пусть иностранного финансирования, организацию, которая помогает инвалидам. Нет, нет, вы абсолютно правы. Я в том случае просто более широко говорил. Ну да. О том, как реагируют представители одного поколения на одни и те же вещи. Или он приспособленец? Ну, я не знаю, кто он. Хорошо. С неожиданным заявлением выступил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он сказал, что переизбрание Путина на пост президента может способствовать примирению в Донбассе. Вот так он считает. Хотелось бы думать, что Путин войдет в историю как миротворец. Вот перезберут его, он займется, наконец, этим вопросом. Ну, я пока не вижу оснований для подобного рода оптимистических заявлений. Я думаю, что это заявление дипломата, а не политолога. Я думаю, что поскольку совершенно очевидно, что президент Путин будет переизбран, в общем, на 100%, то люди, которые должны по должности вступать с ним в определенные переговорные отношения, они заранее как-то прокладываются. Да будем надеяться, что при президенте Путине будет то-то, то-то, то-то и то-то. Вот так вот. А что там при нем будет, это, я думаю, он сам не знает, что при нем будет. Ну, вот в Кремле подводили итоги года, назвали главное разочарование, это плохие отношения с Соединенными Штатами, это сказал Песков. И про Украину тоже сказали. В зависшем состоянии находится ситуация, и позиция Москвы понятна. Пробуксовка понятна, по чьей вине происходит и с чем нежеланием связана. То есть Москва уже ответила, мы здесь ни при чем. Ну, Москва пока ничего не ответила. Естественно, она всегда отвечает, что мы ни при чем. Разумеется, все всегда отвечают, что они ни при чем. Все всегда стрелку переводят. Что касается разочарования по поводу Трампа, то это разочарование, оно имеет уже длинную бороду. Еще как, с тех пор, как его избрали, стало ясно людям, которые более-менее имеют представление о том, что такое Америка. Они только видели ее на глобусе в средней школе. В общем, было достаточно очевидно, что это будет разочарование. То есть это он про Трампа практически сказал. Ну, конечно. Вы разочарованы в Трампе. А не надо было им очаровываться. И тогда не было бы разочарования. Он никаких оснований ровно не давал этот человек для того, чтобы им очаровываться. Ни сам по себе, ни как один из персонажей американской внутренней политики. Потому что ясно, что он противопоставил себя в значительной степени системе. И ясно, что в отличие от нас, где первое лицо сильнее системы, потому что у нас системы-то никакой нет. У нас какое первое лицо, такая и система. А у них есть система, и она насчитывает не один век. И она перемелет любого оппонента. В том числе и такого странного оппонента, как Трамп. Мало того, уже тогда было ясно, что поскольку ему будет предъявляться претензия по части его специальных отношений с Москвой, то он для того, чтобы отвергнуть эти обвинения, он будет отдаляться от Москвы. Он будет вести себя достаточно жестко. Это мы все видим. Поэтому здесь бачила и очи шокуповала, что называется. А самое главное достижение года какое, знаете, по версии Пескова? Экономика. Экономика – это грандиозное достижение, особенно, когда я читаю наших экономистов, которые утверждают, что у нас в конце года просто там почти на 4% просело промышленное производство, ссылаясь на официальные наши данные. Что это за песня неизвестно какого гостя, что у нас просто какой-то фантастический прорыв в экономике, я не знаю, откуда она взялась, эта песня. Просто для этого я не вижу никаких оснований. Ни по уровню жизни, ни по ценам, ни почему этого не видно, и официальная статистика этого не подтверждает. Нефть выросла с 42 до 53. Ну, это замечательно. Ну, вот она, мы как на волнах качаемся на этой конъюнктуре нефтяных цен. Она сейчас выросла, потом она упала, но стратегически всем известно, я, прямо скажем, не самый крупный экономист и в мире, и в нашей стране, но, в общем, это очень хорошо известно, что стратегически нефтяные цены идут не в том направлении, которое нас устраивает. По целому ряду причин очень глубоких, долгоиграющих, и это так. Если в этом году они немножко поднялись, то это очень слабое утешение для нас. История с Уильямом Браудером, которую второй раз заочно приговорили, теперь к 9 годам колонии. Зачем они все его судят и судят заочно? Это они теперь мстят ему за вот этот новый список американский, куда Кадыров вошел? Ну, это, в общем, достаточно смешно, потому что можно действительно как угодно приговаривать хоть к пожизненному заключению Уильяма Браудера, до которого мы никогда не дотянемся. А думаете, нет? Вот второй раз приговорили, может быть, проникнет Синтерпол, поймает его и выдает? Давайте попробуем потом третий раз. Просто будет 101-е китайское предупреждение с нашей стороны. Когда мы, наконец, его осорим пожизненно, наконец его Интерпол нам отдаст. Не думаю, что так произойдет. Я думаю, что, в общем, это такие игры, а Браудер, в общем, вряд ли даже сильно расстраивается, услышав об этом. Браудер нет, а наша-то страна зачем это делает? Вот эти заочные суды, они... Наша страна, как мне кажется, сейчас, ну, страна, это может быть очень широко, но есть, я думаю, довольно многие люди в нашей стране, которые очень сильно нервничают по поводу предстоящих санкций, которые уволит Америка, персональных санкций. Я думаю, что это вот такая немножко нервная реакция. Но это какой-то несимметричный, не асимметричный, вообще непонятно какой ответ. А у нас вообще ответы асимметричные. Что у нас разве закон Димы Яковлева, это был симметричный ответ? Где у нас вообще симметричные ответы? У нас их нет. Мы их называем симметричными. Это бессмысленный какой-то ответ. Значит, наших этих чиновников вносят в списки Минфина США, а мы в десятый раз судим Браудера. Мы в десятый раз судим Браудера. Пусть Браудер боится. Гениально. А Браудеру все равно. А Браудеру, в общем, я думаю, абсолютно по барабану. Прекрасно. Очень много пишут про Никиту Белых на этой неделе суды. Плохо ему было на судебном заседании, про инсультивное состояние. Над Никитой Белых просто издеваются. Его что, просто добивают, спрашивают слушатели? И конца этого, главное, не видно. Мне не хочется так отстраненно рассуждать на эту тему, потому что я знаком с Никитой Белых, и я считаю его очень приличным человеком. И действительно, насколько я понимаю, себя сейчас очень плохо чувствует. Я не могу понять, за что ему это все выпало. И это человек, который у меня вызывает глубокое уважение, глубокое сочувствие. Я не знаю, в чем от него хотят. Я думаю, что это общая жестокость нашей пенитенциарной системы. Очень большая жестокость. Или все-таки не могут добиться того, чего хотят? Я не знаю, чего от него сейчас хотят добиться. Чего от него вообще можно добиться? От него можно добиться только того, что действительно ему окончательно испортит здоровье, не дай бог. Вот этого от него добиться можно. А чего еще? Что он? Что он сдаст имена, явки? Чего от него хотят? Он что, действительно шпион, что ли, иностранный? Чего от него сейчас можно хотеть? Я не понимаю. Чего можно хотеть от Никиты Белых? Ничего. Признание вины, в конце концов. Зачем уже? Кому нужно его признание вины? Да и не признает он себя виновным. Зачем же он себя вдруг будет признавать виновным, если он достаточно сильный внутренний человек и виновным себя не считает? Зачем? Зачем он вдруг будет лезать чьи-то сапоги? Не будет он этого делать. А вот, не дай бог, действительно помереть в тюрьме, это возможно. С Ильей Яшиным странная была тоже вчера история. Его задержали, тут же судили. Когда его задерживали, там, пятеро полицейских, это такая была, видимо, сложная спецоперация, опасный преступник. В пятером его задержали, отвезли в отделение, потом отвезли в суд. Все уже ждали, что будет административный арест. Но административный штраф 30 тысяч. Вот это что такое? Ну, понятно, что да, мэрия поставила на место муниципальных депутатов таким образом. Сам он сказал, что это скорее выигрыш, с одной стороны. Ну, я тоже считаю, что это, в общем, достаточно для него позитивно. Я больше скажу, вот я был наблюдателем на вот этой акции. Которая была в Лермонтовском сквере. Которая была в Лермонтовском сквере, она прошла очень спокойно. Очень спокойно. Ну, и людей было немного. Ну, дело не в этом. Было бы желание винтить, винтили бы. И немногих винтили, потому что народу там. Я смотрел там, во всех этих соседних переулках, там огромное количество было Росгвардии. Огромное количество. Там свинтить можно было большое количество людей. Не тронули, все было очень спокойно. Мы прервемся, а затем продолжим. Все-таки штраф Яшин, но а не арест. Что это такое? Это уступка власти. Ну, я не могу это назвать уступкой. К чему им уступать-то? Кто такой для них Яшин, чтобы ему уступать? Ну, так раз уж они его не посадили. Сколько он этих акций устраивал? Не испугались же они Яшина. Дело не в этом. Может быть, они просто решили сейчас вот избрать такую тактику. Дай бог, чтобы это была не тактика, а стратегия. Или, скажем, долгосрочная тактика. Что хватит забирать, хватит винтить. Что если люди ведут себя более-менее тихо, спокойно, даже если акция не согласована, ну, пусть выйдут, потопчутся, кому они нужны. Есть такая позиция. Ну, скажем, если её продолжать логически, тогда нужно было разрешать Навального. Потому что пускать его на выборы, чтобы он набрал свои там какое-то количество процентов, в любом случае достаточно низкое, в любом случае, естественно. Вот. И тогда, ну, смотрите, ну, что он стоит? Вот, посмотрите, ваш Навальный. Вот он, ваш горлопан-то. Ну, и чего? Цена-то ему вон сколько процентов. Ну, вот мы говорили об этом в начале программы. Я вот тоже не понимаю, почему нельзя было дать людям спустить пар к какому-то, пусть, как у нас говорят, небольшому количеству людей. Те, кто хотят голосовать за Навального, голосовали бы за Навального. Зачем вот это вот? Беда в том, что я боюсь, что действия такого рода, они носят иррациональный характер. Просто чтобы не было. Чтобы не было. Потому что так проще. Потому что так проще физически. Не рассчитывать, этого допускать, а этого не допускать. Да ну и вон нафиг, Господи. Ну и вон, не пускайте всё, и никому не нужен будет. Потому что вот в своё время, сто лет назад, сто лет назад, отмечали как раз годовщину известных событий. Вот тогда царская власть проявила слабость, хилость. И вот, в результате чем кончилось. А вовремя посадили бы несколько десятков этих ребят, которые там типа на немецкие деньги и так далее. И ничего бы не было. И ничего бы не было. Значит, надо делать выводы? Надо. Да вот власть, как бы, она считает, что она делает выводы из событий столетней давности. Хотя из них можно сделать самые разные выводы. В частности, наиболее серьёзный вывод о том, что нужно вовремя грамотно менять страну, а не доводить её до точки кипения. В истории с Яшиным есть же ещё какие-то побочные, так скажем, выводы. Во-первых, мы теперь муниципальным депутатам указали на их место. Им сказали фактически, что да, мэрия решает, кто выходит на улицу, кто не выходит на улицу. И нам, избирателям, которым говорили, ну, есть же местное самоуправление, да, вы не можете там наверху что-то решать, но вы можете выбрать местных депутатов, с этого начать и дальше пойти. Нам тоже показали место наших муниципальных депутатов. — Оксана, это не мэрия решает. Все такие вещи решает Кремль. — Мы поняли. — Абсолютно. — Понятно. — Все решает Кремль. — Но сулится-то мэрия пока. — Ну, какая разница, кто сулится? Всё это решает Кремль. Я вас уверяю, что и то, что касалось сейчас судебного заседания и вердикта, связанного с Яшиным, тоже это ясное дело, что это решалось в Кремле. Там на каком уровне, я не знаю. Но, естественно, я думаю, что Департамент внутренней политики, администрации президента этим занимался. Естественно. Всё. У нас очень вертикальная власть. Другой вопрос, насколько она эффективно работает. Но она абсолютно вертикальна. — И тогда опять возникает вопрос, зачем идти на выборы? Вот пошли на местные выборы, выбрали себе местных депутатов, которые связаны по рукам и ногам, ничего не могут делать. — Ну, Оксан, мы все когда-нибудь помрём. Я не хочу никого расстраивать из наших радиослушателей, но это, боюсь, что факт. Даже те люди, которые делают хорошие карьеры и получают хорошие деньги, даже они когда-нибудь помрут. Но это что значит, что нам нужно не трепыхаться, не жить, там ничего? Всё равно, но результат известен. Понимаете, ну что теперь делать? Но как-то всё-таки хочется немножко... Помните, как в фильме «Белое солнце в пустыне» говорят, ты сразу помереть хочешь или сначала помучаться? Вот хотелось бы сначала помучаться. Вот хочется как-то помучаться. На мой взгляд, это естественное желание. — Судя по сообщениям от наших слушателей, очень популярен кандидат Грудинин. Тут даже спрашивают, а нет ли такой вероятности, что будет второй тур между Путиным и Грудининым? — Мой прогноз — второго тура не будет. Естественно, популярность Грудинина, потому что у нас страна очень левая по настроениям. А он кандидат от левой части политического спектра. Естественно, у него всегда будет голосов гораздо больше в сегодняшней ситуации, чем от кандидата справа. Кто бы он ни был, каким бы ярким персонажем он ни был. Вот в любом случае. А Грудинин персонаж, кстати, сам по себе достаточно яркий. Потому что до сих пор вот это вот желание голосовать за кандидата от левых, оно сдерживалось абсолютной архаикой, консерватизмом и, в общем, скукой Геннадия Андреевича Зюганова. — Кстати, есть другая версия. Говорят, что избиратели знают Зюганова, а этого знать не знают и не пойдут за него, а пойдут как раз-таки за Путина голосовать. — Ну, это вы сняли у меня с языка, значит, да. Но здесь есть другая сторона медали. Она связана с тем, что он не успеет раскрутиться, Грудинин. Это ровно то, что вы говорите, я с вами согласен. На мой взгляд, Павел Грудинин не успеет раскрутиться. Вот, поэтому многие... Он отхватит, наверное, кусок тех избирателей, которые, может быть, не пошли бы голосовать за Зюганова, потому что он им скушен, как серый понедельник. Но зато часть такого ядерного электората Зюганова он тоже не сможет прихватить, потому что они еще его не понимают. Он для них слишком современный, он для них слишком модерновый. — Они скорее пойдут за Путина. — Они скорее пойдут за хорошо знакомого Владимира Владимировича Путина голосовать. Это очень может быть. Но на будущее, я считаю, Грудинин вполне перспективный политический персонаж. — Прошу, шансы яблока, как вы оцениваете? Все будет опять как всегда? — Ну, я боюсь, что да, я не вижу оснований для другого результата. При всей моей симпатии, несомненной, идеологической к этой партии... — А что, вот интересно, что они делают не так? Ведь правильно, они говорят правильные вещи. Они сейчас стали проще, я бы так сказала, да? — А чем они стали проще? — Они перестали говорить умные слова и как-то пытаются донести суть свою правильную, более простыми словами для тех, кто раньше закрывался от этих идей, и говорил, ой, слушайте, это все сложно в вашей экономике. — Ну, Александр, сейчас по телевизору говорят такие простые слова, что яблоку за этой простотой не угнаться. — Да, не стоит и пытаться. — Абсолютно. То есть, даже если они захотят опроститься совсем, все равно у них не получится. Сейчас в тренде такая простота просто... — Которая хуже воровства. — Которая хуже воровства. Яблоко слишком, все равно слишком интеллигентская партия, слишком-слишком очкастая партия для нынешнего массового избирателя. — А интеллигенции мало? — Интеллигенции, я бы сказал, не просто мало, ее с каждым годом все меньше. — Хорошо. Про Путина террористов пленных не брать. Ну вот, он там вручал награды военно вернувшимся из Сирии, так вскользь прокомментировал то, что случилось в Санкт-Петербурге, взрыв в супермаркете, сказал, да, это был теракт. И, значит, ягодь распорядился, сказал главе ФСБ не брать террористов живыми в случае возникновения угрозы жизни сотрудников спецслужб. Его раздражение, вот это все понять можно, потому что там сколько-то, лет 17 назад уже у нас терроризм победили, никогда такого не было, и вот опять. А все ухватились за эту новость, да, правильно, неправильно, брать живыми, не брать живыми. А что, разве раньше обязаны были силовики брать живыми? — Да нет, это все слова, конечно. Про мочить в сортире это было действительно сказано 17 лет назад. А это ровно то и значит, что не брать живыми. Потому что что, мочить в сортире это значит брать живыми, что ли? Нет, насколько я понимаю, нет. Вот, поэтому это абсолютный повтор того, что было сказано уже много лет назад. Ясно, что террористов там никто живыми специально брать не собирает. Что с ними потом делать-то? Выкачивать из них информацию? Выкачивать из них информацию? Ну, бога ради. Но ясное дело, что, конечно, проще, проще, проще их ликвидировать на месте, что, как правило, и делается. Как мы знаем по опыту, многочисленному опыту наших контртеррористических операций, что-то я не помню, чтобы кого-то взяли живыми и так удачно допросили, что после этого вышли прямо на всю террористическую сеть. Вот такого огромного успеха я что-то не помню. Чтобы положить кучу народа, в том числе, к сожалению, и не имеющего отношения к террористам, а вовсе даже жертв террористов, это было. Это было, к сожалению, и в Москве, это было и в Беслане, и это страшная трагедия. И, к сожалению, не сказал президент, что вот заложников нужно спасать, да, Любовь? Вот это, к сожалению, действительно сказано не было. А насчет того, что не брать террористов живыми, это всегда популярно у нас, потому что это звучит брутально, но какого-то нового смысла, нового, я в этом сейчас не вижу. А вот эти дискуссии вокруг, которые начались громкие, ну как же так-то, надо брать? Да у нас очень много убивают людей, говорят, что это террористы, суда-то над ними нет, и никто не разбирается даже, а террористы ли они были вообще? Ну да, дискуссии совершенно справедливые, они, как правило, решаются однозначно, то, что президент же сказал, и все. Убили, значит, террористы. Да, к сожалению, так, и, к сожалению, это очень часто так и бывает, что и мы знаем, какие случаи бывают, в том числе и на Северном Кавказе, когда пропадают люди, а потом для того, чтобы не отчитываться, говорят, что просто это был террорист, и все. И наша аудитория не оставляет к тему выборов, ну это и понятно, спрашивают, ну неужели Путину нужна только явка, и зачем она, в общем-то, ему нужна? Здесь разные мнения. На вашем месте сидят люди, которые говорят, да не нужна Путину явка, плевать он хотел, сколько там придет, сколько не придет. Это все угадалово, никто в голову к Путину не залезал. Я тоже не являюсь исключением. Я тоже не залезал в голову к Владимиру Владимировичу Путину. Вот, поэтому я не могу сказать, что ему реально нужно. Но один из вариантов, таких наиболее распространенных, он состоит в том, что, да, ему нужна явка для того, чтобы результат выборов, потому что ясно, что он победит. Ясно, что он победит с большим отрывом. Но его победа должна быть легитимной. Для того, чтобы она была легитимной, нужна более или менее нормальная такая почтенная явка. Потому что если придут два с половиной человека, и он победит с большим отрывом, то он победит с большим отрывом среди двух с половиной человек. Тогда получается, что забастовка избирателей продуктивна. Она не продуктивна, потому что она, сам призыв к забастовке, он воздействует, как я уже говорил, на очень малую часть избирателей. Поэтому реально это на явке все равно не отразится. Все равно не отразится. А призывы Навального организовать наблюдение, чтобы не дать сфабриковать явку. Это зачем? Это нужно? Нет, но это всегда нужно. Естественно, организовывать наблюдение всегда нужно. Это не превратит выборы в абсолютно реальные, потому что они у нас все равно безальтернативны. Выборы начинаются не в день голосования, как известно, а гораздо раньше. Но сама по себе работа наблюдателя, она очень важна. Здесь даже спорить, на мой взгляд, не о чем. То есть все равно идти на выборы и подсчитывать. Идти на выборы и наблюдать. И Грудинин наберет меньше, чем Путин. Идти, идти, голосовать, наблюдателям работать. Это все нужно. Этого никто не отменяет. И не нужно оправдываться тем, что у нас все равно все ясно, поэтому я пойду окучивать огород. На мой взгляд, это позиция постыдная. Еще одна, буквально секунду у нас остается до конца, но тут можно коротко ответить. Беспокоятся наши слушатели, боятся Северной Кореи, говорят, повышают ставки, делают угрозу ядерной войны реальной. Как вы оцениваете? Ну, любой такой непредсказуемый режим, совершенно паучий, я считаю, страшный, с ядерной бомбой в кармане, конечно, он страшен, он непредсказуем. И это угроза, разумеется. В чем угроза? Конечно, для нас в большей степени гораздо, чем для штатов. Потому что штаты за океаном, а мы рядышком. Конечно, это угроза. Это особый мини-журналист Николай Сванидзе. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.